Доброго дня, шановне с певчисникой! Сегодня мы с вами будем обсуждать очередной коррупционный скандал. К сожалению, это не первый и не последний коррупционный скандал, но он необычен. Необычен он тем, что он вышел за пределы телеграммов, фейсбука, ютуба и новостных лент. Он дошел до инстаграма. В чем смысл, что случилось и почему, и как нам с этим вообще жить, расскажу вам в сегодняшнем видео. Вы пока что подпишитесь на меня, чтобы оставаться в курсе интересных новостей. Речь пойдет в сегодняшнем видео о семье Гринкевичей. В конце уже прошлого года во Львове задержали бизнесмена Игоря Гринкевича, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей главного следственного управления Государственного бюро расследования, или в народе говорят ГБР. Против бизнесмена несколько месяцев назад открыли уголовное дело по факту схем с закупками одежды и белья для ВСУ. И Дилец решил дать взятку за содействие возвращения имущества, изъятого в ходе расследования. А имущество там, ну поверьте, прилично. Экс-военком Борисов просто отдыхает и курит в сторонке. Его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более чем полтора миллиарда гривен. Для понимания ситуации компании Гринкевича занимаются строительством. Где одежда, где строительство, мы сами понимаем. И смысл схемы как раз таки состоял в том, что строительные компании одежду, конечно же, не производили, а просто перекупали из Турции, забирали себе 60% суммы. Все три компании, которые победили компании Гринкевича, получали деньги без конкретной поставки благодаря поддельным актам. По некоторым открытым контрактам до сих пор нет поставок. Это то, что касается официальных данных, которые нам предоставили и ГБР, и НАБУ. И 30 декабря, так сказать, под елочку Печерский районный суд заключил Гринкевича под стражу с возможностью внесения залогов в 430 миллионов гривен. Вы спросите, почему он до сих пор не внес деньги, раз он такой богатый человек. Все просто. Для залога нужны белые чисто официальные деньги, которые еще нужно постараться найти. По состоянию на сегодняшний день, как уже можно было понять с моих слов, залог еще не внесли. И пока что Гринкевичу грозит до 8 лет лишения свободы. Ну а пока все это происходило, по данным журналистов, Гринкевичу в 23-м, только в 23-м году совершили несколько крупных покупок. Это были квартиры, дома, земельные участки для всех членов семьи. И не обидели также тещу Гринкевича и невесту сына Романа Соню Морозюк, известную в инстаграме как великую художницу. И в открытых источниках сказано, что это вообще не первый скандал с Гринкевичем. До этого были истории со скандальными застройками с работы на полигоне Широкий Лан. Ну а последней каплей стали именно тендеры, которые строительные компании занимаются производством, закупкой одежды для армии. Давайте же теперь становимся на дна пожитках. Что же есть на руках у членов семьи Гринкевичей? Помимо дорогих украшений, роскошного отдыха во время войны, Гринкевичи также вкладывались и в недвижимое имущество. Причем почти все обзавелись новыми объектами. Например, супруга Светлана, бывшая владелица ООО TradeLines Retail, одной из компаний, которая принимала участие в тендерах, в марте приобрела мотельный комплекс «Катерина». Стоимость не разглашается, но по локации, думаю, там сумма числится в миллионах, поскольку мотельный комплекс находится в 500 метрах от стадиона «Арена Львов». В середине мая 2023 года Светлана Гринкевич купила две квартиры в Киеве. Они находятся на улице Драгомирова. На улице Драгомирова в Киеве для тех, кто не из Киева, находится комплекс «Новопечерские липки». Ну, конечно, там рядом есть и старенькие дома, тоже по улице Драгомирова. Остается лишь догадываться, это было куплено в Липках или же нет. По данным СМИ, эти квартиры вместе стоят около 35 миллионов гривен. Ну, судя по такой цене, скорее всего, идет речь о Новопечерских липках. Также у Светланы есть земельный участок площадью 1,7 гектар во Львовской области. Сын львовского бизнесмена, 28-летний Роман Гринкевич, в мае 2023 года всего за один день, внимание, купил в поселке городского типа Козин, Киевская область. Это тоже такой мажорный городок, достаточно богатый. Там живут люди такого высокого высшего класса, и там же есть у нас дачи, топ-менеджеров и других персонажей нашей власти. Значит, Гринкевич Роман купил 4 земельных участка и большой дом площадью почти в 300 квадратов. Причем стоимость последнего официально указана 25 миллионов гривен, а вот журналисты говорят, что рыночная цена вдвое больше точно, учитывая расположение и вообще саму мажорность этого места, где куплен дом. Роман Гринкевич в 2022 году также получил отличие от президента «Золотое сердце» в качестве волонтера. Тут развернулась интересная история буквально вчера, поскольку списки для награждения на данную награду, номинацию, отличия дают местные советы, мэрии. И если я не ошибаюсь, то ли не буду сейчас тут наговаривать, то ли Львова, то ли кого-то другого города. В общем, военная администрация подала список и глава от администрации говорит, что мы вообще ни при чем, мы не подавали эти списки и вообще мы не знаем, почему он получил награду. И вообще, если мы подписывали с Гринкевичем договора на строительство того или иного, на реконструкцию тех или иных участков, но если коррупционные факты подтвердятся, мы, конечно же, разорвем все договора и больше не будем с ними сотрудничать. В общем, полилось со всех сторон, люди как-то особо не поверили, но будем смотреть. Ну так, в общем, значит, у нас Роман Гринкевич у нас «Золотое сердце» получил. Не обидел Игорь Гринкевич и свою тещу. В 2023 году у нее появился земельный участок тоже, площадью 2 гектара в Киевской области и 3 земельных участка во Львовской области и квартира во Львове на 130 почти квадратов. У Гринкевича также есть дочь Ольга и ее муж в 2023 году стал владельцем квартиры во Львове за 8 миллионов гривен. Будущая жена Романа Гринкевича, сына, также в 2023 году стала богаче. Она купила себе Porsche Cayenne, правда, не 22-23 года, а 15-го года и коммерческое помещение в столице на 120 квадратов стоимостью примерно около 4,5 миллионов долларов. Так оценивают это помещение эксперты по недвижимости. Также Гринкевич дарил огромные букеты своей уже невесте. Возила ее на всякий там отдых или она сама ездила на отдых, в смысле без Романа Гринкевича, поскольку он вообще по плану не выездной. И Соня, конечно, хвасталась этим своим подписчиком. Там и кольца, граф, стоимость которого стартует от 7 тысяч долларов, и другие украшения. И в целом жизнь такая лакшери, успешный успех, все понятно, вы пока там доедаете суп, который вы едите неделю. Он также проспонсировал рекламу выставки под названием «Мазня», но ее недавно закрыли, сославшись на негативную бурную реакцию общества. И именно на этом моменте коррупционный скандал неожиданно переходит в Инстаграм, место, где обычно обсуждают медитацию, косметику, аффирмации и искусство. Соня Морозюк прославилась буквально пару лет назад своей живописью. Примеры я вот вам сейчас буду показывать, вы смотрите и пишите в комментариях, как вам такое. Морозюк считается довольно известной в Украине, как я уже сказала ранее, себя она называет художницей смыслов. И это красивая амплуа, малопонятная для многих, закрепилась за ней довольно прочно. Известно, что уже с детства 25-летняя девушка проявляла тягу к творчеству, она училась в художественном лицее, поэтому у нее как бы есть художественное образование. Она также была дипломантом в нескольких всеукраинских и международных конкурсах. Но, как пишут те, кто следят за деятельностью страницы в Инстаграм Сони Морозюк, поистине судьбоносны для карьеры. Сони стала знакомству с Романом Гринкевичем, после которого ее карьера художницы пошла в гору до момента, пока не нагрянул скандал с этими закупками. Хейт поднялся просто неимоверно и спустя неделю молчания именно столько дней комментировала ситуацию Сони Морозюк касательно семьи и своего будущего мужа. Мужа она сказала, что мнение о том, что ее жених вкладывал в нее как художницу огромные деньги, предположительно, как пишут те самые, которые были украдены у Сони, имеют под собой оснований. Морозюк сказала, что сделала себя сама, а выставки и узнаваемость у нее были задолго до появления в ее жизни Романа. Да и вообще она не интересовалась тем, чем занимается ее жених. Ну, поверим. Особенно, конечно, не возникает вопроса, когда тебе дарят кольцо за 7 тысяч долларов или покупают какую-то квартиру или еще что-то и возят на постоянной основе или спонсируют твои поездки за границу по Венециям и так далее во время войны. Ну, мы сделаем вид, что поверили, что она не знала, чем занимается ее жених. Также она сказала, что если обвинения в сторону семьи Гринкевича подтвердятся, то она разорвет помолвку с Романом Гринкевичем. Многие из вас, наверное, только-только что узнали о существовании такой художницы, как Соня Морозюк, но в Инстаграме она была известна довольно-таки давно, ну, 2-3 года точно. И с момента начала войны ее популярность усилилась за счет ее картин, которые есть в том числе у президента страны Владимира Зеленского. По крайней мере, так говорит сама Соня Морозюк. Также она создала в Киеве патриотический мурал с надписью «Что круче, чем семья в 44 миллиона?». У художницы были контракты с Укрпочтой, Приватбанком, Укрзалезницей, дизайнером Русланом Богинским, певицей Натальей Могилевской, Сергеем Притулой. И создавала она также полотна для шоу «Голос краины». Я читала, что стоимость картин раньше была 500 долларов, сегодня можно ее купить примерно от 10 тысяч долларов. За последние два года только ленивый человек и ленивый интервьюер не взял интервью у молодой художницы. В своих интервью девушка рассказывает о своем нелегком пути к признанию и дает советы, как стать богатой и ездить на Порше. Говорит, что она встает в 4-5 утра, и если так будет поступать каждый, вы тоже сможете ездить на Порше. А во сколько встает Игорь Гриневич, которого обвиняют на БУ в коррупционных преступлениях, нам, наверное, скажут, с чем связан такой супер-успех. Будем ждать ответы на все вопросы от антикоррупционных правоохранительных органов. Главное, чтобы не получилось так, что у нас опять поймают, фотографируют и отпустят, как в программе «Охота и рыбалка». Я бы на этой фразе и закончила видео, но в ночь на 9 января в телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что Гринкевич-старший вышел на анонимные телеграм-каналы, такие как Джокер и также на телеграм-канал Лачина. И он выложил свою версию, говорит, в общем, там в двух словах, что он ни в чем не виноват. Ну и, по его словам, мою семью ЗМІ звинувачивают в том, что мы получили авансы в размере 1,5 млрд грн, не поставили товар. Но это абсолютный фейк, оскільки Министерство обороны не надает жодного аванса с начала 2023 года. И он показывает документы, которые подтверждают эту информацию. И говорит, что, пожалуйста, прекратите хейт в сторону моей семьи. Ну, его позиция такая, но почему-то все-таки на бой ГБР предъявили ему подозрения, и сейчас он находится в СИЗО по какой-то причине. Будем следить за этим делом. И что еще хочется сказать интересного из наблюдений, что набросились-то в том же инстаграме именно на эту Соню Морозюк. А вот как-то вот вопросов к ее жениху достаточно мало, наверное, потому что они сильно медийные личности решили сбросить всех собак именно на эту художницу. Потому что уже появилась некая версия в соцсетях, это ничем не подтверждено. И я где-то читала, что у правоохранительных органов нет подтверждения данной информации о том, что деньги выводились якобы через ее картины куда-то, как-то по какой-то схеме. Но это все не подтверждено, но хейт палился именно на эту девочку. А вот хейт на ее жениха, ну как-то потише. Непонятно, почему такой произошел у нас парадокс. Пишите ваше мнение в комментариях на этот счет и подписывайтесь на мой канал для того, чтобы оставаться в курсе актуальных новостей.